Макро-мир Однажды мы уже проделали этот путь с целью ощутить масштабы, понять устройства этого мира. Теперь наша цель — его энергетика. Попробуем найти ключ к пониманию процессов невидимых и неощущаемых, которые можно представить себе лишь с помощью компьютера. Макро-мир Привет, Борис! Чего пришел? Сыра-то нет пока. Слушай, Кеш, да я не за сыром. Вот у меня тут вопрос где такой. Я не могу, из головы не выходит у меня. Вот, допустим, не я пришел к тебе сейчас, не я, а я и еще два чувака. Баба и мужик. Но с другой планеты. Вот так вот, с другой планеты. То есть я их нашел, говорю, сейчас, где вас, блин. Они, они ничему не удивляются, блин. Ну пошли, удивили. И мы на сыр с ним поспорили, и на бутылку вина, что я их удивлю сейчас. Пойдем, удивим. Да, вот пошли, ну-ка, иди за мной, Даня. Не туда. Слушай, они испугались, это, он испугался инопланетян, блин. Ну, пошли за нами, пошли, да. Пошли, не бойтесь. Так. Ну-ка, сейчас физику удивит вас. Вот такая бомж-выставка. Здесь у нас вот лестница Мюнхгаузена есть. Вот. Вот очень интересные рюкзачки для тех, кто любит путешествия. Ну-ка, покажь. Вот, пожалуйста. Покажь, ничего себе. Очень красиво. Это для тех, кто любит сказки. Вот. Все бесплатно. Я не удивляюсь, пока не удивились. Так. Что ты вот? А вот как вам рубиновый пляж с галтовыми резонаторами? О-о-о-о! Ёшкинку, да? Я думаю, что это репсоиды рубиновые, которые дадут по 30 киловатт энергии. Вот это вот поменьше. Все это прямо из галтовки. Вот она, галтовка лежит. Галтовка. Здесь моторчик от квадроцикла детского. И он крутит вот эту купилку. Это магнитный конструктор Кеннадас Нельсон лично прислал мне. Из Америки. Кеннадас Нельсон. Бой коллега. Вот. А это, значит, галтовочная машина, с помощью которой как раз и получились вот эти резонаторы. Не, вы поняли, да, двоем тут стоите, блин? Рубины. Да, вот, ну, я думаю, что рубины на всех планетах есть. Но мы сейчас можем посмотреть то, что ни на какой планете не найдешь. Если плюнуть на них, то вообще... Да, это вот с примесью церия лазерный кристалл. Ничего себе. Монокристаллический источник энергии. Вот. А это вот зеленый гранат. С примесью хрома. Что же они такие морды сделали? А есть и сапфир, да. Они удивились уже, ты понял? Они удивились. Да, но это еще сильно не удивишь. Ничего. Сапфир. Вот можно лазер делать вот на таких стержнях. А это беленький, это кто? Это аллейка сапфир. Он тоже применяется в рубиновом и сапфировом конструкторах. Здесь элементы конструкторов. Обалдеть вообще. Можно как мегалиты собирать любого. Номера от этих вот летающих тарелок. Да, это прямо от летающих тарелок. Кстати, можем отметить кошачий Новый год. Вот здесь у нас елочка есть. В смысле, кошачьи? Пойдемте, я вам покажу то, что нет ни на одной планете. Нет, ну вот здесь вот. Что-то вот здесь не дошли еще, не дошли. Не дошли. Вот есть... А это что за самокод? Это вот техника прошлого. А это... Человек. Это вот формы... Формы тела. Вы знаете, что бывает? Мужчина, бывает женщина. А у его перетянущего бывает генандроморка. Которая половина, правая, на которой мужчина, половина здесь. Чего-чего? Да, вот у нас вот есть у них филеры. А у них есть. Вы прилетели не только филеры, но и не только филеры. А если что-то довести, надо вешалочек повесить. Все, вот это вот можно взять бесплатно. А это вот гравитсап, вот это, да? Вот это можно уже лететь. А мы пойдем. Пойдемте, пойдемте, подскажем. Да что я думал. А они мне сыр обещали купить. А сыр это хорошо. Да. Целую голову сыра. Ты что, шляпу уронил? А тут надо вещь не перестать. Шляпу роняет. Находим. И удивляемся. Хотели у меня этот значок парашютиста, чтобы я им это подарил. Это один комплект. Инопланетных эталонов и шкал нет ни на одной планете. То есть, вот этот комплект на Земле уникален. Это с разных звезд. Из красных гигантов, из белых карликов, из голубых. Вот это вот, например, шкала радужного Будды, принцессы Сувсы. Это вот царицы Эос, богини Эос. Это вот Ханумана, бога обезьян, и венков, индейцев. Бога обезьян мы видели, да. Индейцев. А это вот нидерландская шкала Необудда. Какие индейцы они? Вот шкала индейцев, знаковый фрактал. А это индийская шкала. Это индийский, тескать, лепока. А это вот мезоамериканский, тескать, лепока. Это индейцы Уичоли. Индейцы Уичоли. Хамер. Вот Уичоли, фрактал, да. Уичоли. Это вот бохра египетский. Комары. Да, это вот пуршутам индийский. Пуршутам. Это индонезийская шкала. Это святого Аарона. Вот. Это тоже Нидерланды. Это шкала Птаха. Это шкала Папуасов. Так что вот это шкала радужных людей из Камбоджи. А вот это что это такое вон там? Спираль? Да. Это модель ДНК, но она оказалась неправильной. Поэтому я сделал более правильную модель ДНК и вот она перед вами. Ну как? Вот она правильная модель ДНК. Здесь вот отдельные азотистые основания. Это цитозин, это гуанин, аденин, тимин. Вот. А так здесь есть шарниры. Мы можем увидеть, как эти ступени раздвигаются и сдвигаются на шарнирах. Жизнь. Жизнь. Да. Это молекулы живые. То есть это уже одномолекулярные живые организмы. Вот так. Поняли? Да вы ходите тут думаете тут. Видишь? А это целые ступени ДНК. Две головы сыра мне сегодня купите клеем. А это модели белков. Вот это модель ДНК, а это модель белка. Обалдеть. Револьвер. Ну револьвером никого не удивишь. А вот катафотами разных инопланетных систем можно удивить. Поняли? Не бойся это пластмассовый. А вот катафотами разных инопланетных систем можно удивить. Потому что на Земле это уникальная коллекция. Это вот катафот тайский-китайский это яка, а это куберы. Вот. Это сочетание на Земле уникальное. А вот это модель эфира, эфирная решетка двойная. А это модель такая, может быть, такой звездолет в виде дейки и косаэдров. Вот это они удивятся больше всего. Поняли, да? Фрактальный звездолет может быть такой, космическая станция. Да, бывают тарелки другие, кольцегранные. Не-не-не, фронтальный звездолет, а что это? Это каждая и косаэдра это может быть своя станция, свой модуль. Ничего себе. Да, это другой формы звездолет в виде летающей тарелки кольцегранной. Слушай, они удивились, блядь, они в шоке, блядь, все просто. Вот еще один вариант конструкции тоже очень такой симметричный. Такой формы бывают и вирусы, и звездолеты. Это и коса дады кайдер. Классно. А это спираль белка смоделирована из стержневого конструктора. А вот что это такое, это вы точно не догадаетесь. Это стеклянная труба, звезда, на которой был проведен эксперимент. В этой трубе двигалась змея. Причем это не просто змея, а рыба-змея колбаихт. Причем она могла двигаться и вперед, и назад. Хотя за стенки она держаться не могла, потому что они скользкие. И она двигалась вместе с водой. это означает, что движение не за счет трения происходит, а совсем по другой причине. С помощью этой модели я пытался создать теорию движения змеи. и оказалось, что на этом принципе действуют летающие тарелки. Двигатели летающие тарелки работают на резонансах, на змеиных резонансах. Резонанс рыбьей и змеиной волны. Слушай, мне кажется, они уже это... Ну, попросим поскольку. В шоке уже инопланетяне это дают. Давайте посмотрим модель молекулы.